космические методы, которые нацелены уже на изучение детального изучения таких оболочек, как океаны, атмосфера, ну и, собственно, изучение фигуры и физической поверхности Земли, опять-таки, и здесь. Ну а я как раз остановлюсь именно на пятом пункте, более подробно, поскольку эти методы, астрономические методы, использовались для изучения Земли путем наблюдения звезд, Луны, сейчас Квазаров, ну и также остановились на нескольких космических проектов, которые нацелены на изучение формы Земли. Ну, первое, это положение нашей Земли, достаточно уникальное, в связи с тем, что мы расположены в поясе, где относительно комфортные для нашей жизни условия, не так жарко, как в Ленинге, не так холодно, не сухо, как на Марсе, но плюс еще уникальность этой системы, то, что материнская планета Земля и связанная с ней Луна представляет уникальную систему по соотношению размеров масс, и именно Луна, даже в большей части, чем Солнце, определяет ряд параметров, которые нам необходимо знать для решения ряда задач, в том числе, как я и говорил, на предыдущей лекции, навигационных задач. Что касается строения Земли, так, ну, ну ладно, не видно, что написано, я вам скажу два слова. Современным понятием Земли есть твердое внутреннее ядро, которое окружено жидким, вязким расплавом, в котором, собственно, генерируется течение, которое, в свою очередь, определяет магнитное поле и, в том числе, определяют и в дальнейшем тектонику плит, ну, о чем чуть позже скажу. Далее, имеется промежуточный вязкий слой между, на границе жидкого ядра и мантии. По современной понятии, где представляет собой вязко-укругое тело, иными словами, это текучий материал, типа стекла и с похожими характеристиками у вязкости, твердости, утрогости и так далее. И, наконец, самая внешняя оболочка, очень тонкая оболочка, это коразевы, на которой, собственно, располагаются материки, что-то в виде айсбергов, большая часть, как вы знаете, покрытая водой, океанами. Ну, и, наконец, самая внешняя оболочка, атмосфера, которая также в астрономических расчетах при учете всевозможных эффектов, связанных с вращением, динамикой оси в пространстве, также учитывается. Ну, и здесь расписано на картинке отдельно строение по глубине, начиная от нуля до центра Земли. Ну, и нас интересует дальше, собственно, распределение плотности, которое формально получается, исходя из двух измеримых параметров. То, что мы можем точно померить на основе методов, это масса Земли, которая нам точно известна, и моменты инерции Земли. Поскольку это и то, и то, и другое есть интеграл от распределения плотности, то реально мы можем подогнать вот это самое распределение плотности и изменение плотности глубиной с тем, чтобы финальный результат совпал с теми измерения величин. Ну, и это важно, поскольку, как я сказал, дальше будет учитываться при разработке моделей, более точных, на основе, как я сказал, вычислений интегралов. Ну, и, конечно, параметры с глубиной определяются в основе геофизики и сейсники. Ну, дальше несколько слов о коре. Как видите, средняя плотность примерно 2,9 коры, что принципиально важно дальше. Поскольку материки и связанные сейснические плиты, на которые тут разбита земля, и, соответственно, вот эти вот стрелки, движения этих материков и плит, оно определяется как раз движениями в жидком ядре и поднятием масс, легких масс по сравнению с окружающими массами в ядре, в жидком ядре и дальше через вязкую мантию наружу. Соответственно, почему это важно, в принципе, для нас, по той причине, как я сказал, с материками, ну, точнее, с плитами и с их движениями тесно связано определение земной системы координат, о которой я говорил на предыдущей лекции. Поэтому нам принципиально важно знать не только координаты точек, которые нам фиксируют земную систему координат, ну, и их скоростью, и, как я говорил, на предыдущей лекции, ну, плохо видно, потому что вот есть темно-бордовым цветом показывали измеренные стрелки, ну, в одних местах на материках, то вот эти измеренные стрелки, измеренные скорости прекрасно совпадают с теоретическими нашими предположениями, с этими желтыми стрелочками, за исключением регионов, где вот эти плиты сталкиваются с друг с другом, то есть на границе плит. Ну, и эти границы очень четко прорисованы вот здесь, на этом рисунке, и, собственно, это карта землетрясений, которые показывают за несколько десятилетий, о чем также чуть-чуть позже пойдет речь. Ну, почему я еще раз заостряю внимание на этих плитах и материках? Ну, первое, это то, что мы обязаны четко знать скорости и, ну, координаты и скорости пунктов, которые фиксируют нам земную систему координаты, которые, естественно, не могут быть расположены на воде, а располагаются только на твердых участках сутки, в суши, то есть в материках. И второе, чрезвычайно важное явление, это явление эзостазии и определение важнейшей фигуры под названием георит. Вот, собственно, карта этой фигуры показана, и об этом несколько слов. Собственно, эта фигура определяет нам гравитационное поле Земли. И по, ну, строгому определению, это есть их потенциальная поверхность потенциала внутренних масс Земли и центробежного потенциала. То есть потенциал вот в каждой из этих точек на поверхность вот этой вот хитрой фигуры, то одинаков. Ну, вот здесь показана связь вот этого геоида с геометрическими, двумя геометрическими фигурами эллипсоидом, который старается, параметр которого старается выбрать так, чтобы он был как можно более ближе к геоиду. Ну и идеальной сферой, которой в самом начале мы моделируем поверхность Земли, и связь между этими, ну, про сферу, от сферы мы уже давно отказались, а вот что касается эллипсоида, то это тоже важнейшая, так называемая, референсная фигура, параметр которой используется при всех расчетах, как в биодезии, так и в астрономии. То есть с выбранным эллипсоидом, а таковых реально сейчас два основных, это американский VGS-84, параметр которого используется при всех расчетах в GPS вычислении и приложении, и российский PZ-90, то есть параметры Земли 90-го года, с небольшими изменениями, которые используются в расчетах с ГЛАНС, то есть сразу можно понять, поскольку параметры разные, то есть координаты одной и той же точки, измеренные в геодезических координатах по системам GPS и PZ-90, они будут разные. Ну, это причины, опять-таки, разные тут, связанные в основном с оборонными делами и засекречиванием разных координат разных объектов, но не суть важна. Главное следующее, что эллипсоид определяет нам математические координаты, связанные именно с параметрами эллипсоидов, а геоид нам определяет астрономические координаты, параметры, связанные с гравитационным кулем в земле, то есть с ответственной линией, которая, если провести ее в любой точке, будет перпендикулярно всегда поверх геоидов. Именно, опять-таки, с этим связаны ряд оборонных задач, поскольку ни одна ракета не полетит, вот кто-то спрашивал меня по поводу точности наших ракетных систем, так вот ни одна ракета не полетит до тех пор, пока неизвестно будет параметр геоида в конкретном месте пустом. Именно поэтому в нашем институте, где-то с середины 50-х годов, была организована постоянная геометрическая экспедиция, целью которой была секретная экспедиция в разные районы океана мирового, с целью измерения гравитационного поля Земли. Ну так вот, переходя снова к геоиду и важности этой фигуры, почему нас она так занимает, и почему так важны вот эти полные карты, то есть полное распределение поля по всему земному шару. Но дело в том, что вот тут разным цветом выделены поднятия и возвышения над неким средним нулевым уровнем. То есть, ну точнее, проще этим нулевым уровнем считать как раз вот поверхность опорного эллипсоиды. Так вот, оказывается, что разница между вот этими самыми высокими и самыми низкими высотами на этой фигуре составляет всего-навсего порядка 150 метров, в отличие от физической поверхности, где разница составляет над Жмоломовым 8 километров и в Мариамской впаде на 11, то есть почти 20 километров. Так вот, причина этого кроется в следующем. Так называемом явлении изостазии. Как я сказал, собственно, все материки представляют собой что-то типа айсбергов, плавающих на поверхности коры, которые, в свою очередь, имеют разную толщину под океанами, это порядка 5 километров, и под материками порядка десятков километров. Именно это есть, собственно, аналог айсберда, то есть невысокая макушка и более глубокая часть, которая лежит у айсберг под водой, но у нас, соответственно, под коровой. Поскольку плотность материков порядка 2,3-2,4 грамма сантиметров в кубе, тогда как плотность коры я показывал чуть выше. Иными словами, мы имеем, что называется, компенсацию веса в данном конкретном регионе. Полный аналог вот этой картинки был использован при строительстве главного здания университета, когда был котлован, то есть вырыт котлован и выбрано ровно столько грунта, сколько весит само здание. То есть, иными словами, здание не дает никакой дополнительной нагрузки на грунт, в отличие от тех карандашей, которые ставят сейчас по миске. Это явление эзостазии, и поэтому из-за такой малой разницы высот геоид относительно липсоида мы делаем важнейший вывод, что гравитационные поли или формы геоида отражают особенности внутреннего строения Земли. Иными словами, вот эта карта есть не что иное, как какие-то течения или неоднородности мантии, те самые потоки вещества, которые либо поднимаются, либо опускаются из ядра, и которые фактически приводят к движению материков на поверхности коры. Для того, чтобы получить подобные карты, я хочу рассказать о нескольких проектах, которые были выполнены буквально несколько лет назад для того, чтобы построить вот такие глобальные карты распределения гравитационного поля и, причем, карты с высоким разрешением. Реально, ну не знаю, насколько достоверно, это надо в общем-то анализировать, но реально до гравитационного поля Земли, вот здесь вот, на этом рисунке, раскладывается, до гармоник, не соврать бы, 2,5 тысячи, то есть порядка 2,5 тысяч. Иными словами, нужно если поделить на квадратные градусы, то мы получаем разрешение несколько километров всего на все. Вот. Для выполнения этой задачи была реализована так называемая миссия GRACE, это НАСА, два спутника, близких, на расстоянии примерно 200 километров, координаты которых определяются независимо с помощью системы ЧПС, лазерных средств и так далее. Но главной измеряемой величиной является расстояние между двумя спутниками с помощью микроволновой линии связи. Поскольку спутники летают на очень низкой высоте над земли, с тем, чтобы как раз измерить гармоники, высокой степени. Но, с другой стороны, это означает, что время их жизни очень мало, поскольку они очень быстро тормозятся атмосферой. Хотя, тем не менее, время заявлено 5 лет, но реально так и было, поскольку непериодическое поднимание орбиты с помощью двигателей. Но это не есть хорошо, поскольку речь идет, как я дальше покажу, не только об измерении поля, гравитационного поля, но и о его изменениях, что чрезвычайно важно. Ну вот, эта миссия чрезвычайно успешной оказалась. По-моему, в прошлом году американцы ее, что называется, протестировали и использовали для определения гравитационного поля Луны. То есть, в основном, здесь была Грейс, а там была Грейл. Что значит, будет отразить ронные достижения. Ну вот, и именно вот этот эксперимент позволил нам очень детально получить параметры гравитационного поля Земли, а также и его изменения во времени. Причем, чуть позже покажу. Ну и не аналог, а некое продолжение этой работы. Это уже спутник Гочи, проект Европейского космического агенца, построенный у немножко другой технологии. Так, ну, наверное, лучше видно, да? Ну еще есть, так, слог. Значит, спутник, два спутника вот такой интересной формы, специально построены для изучения гравитационного поля. Ну, идея и понятна, поскольку они летят по геодезической, соответственно, их траектория повторяет, собственно, форму гравитационного поля. Поэтому, измеряя между ними расстояние, плюс зная их абсолютные координаты, можно восстановить как раз поля метры гравитационного поля из измерений. Проект очень немножко по другой стратегии реализован, а именно на борту спутника расположены три акселерометра, то есть по трим координатам. Ну что это такое? Внутри этого акселерометра имеется некое пробное тело, и, собственно, измеряется движение самого аппарата относительно пробных тел. Результаты также впечатляющие. Равнение двух полей, полученных по разным проектам, дает очень хороший согласие даже для обоснования гармоник, что подтверждает именно качество и достоверность результатов именно касательно гармоник высокой степени, то есть высокой разрешения. Здесь показана работа китайских коллег наших, которые, используя результаты Грейс, восстановили в течение ряда лет, плохо видно, 5-6, нет, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й год, то есть за 5-й год, изменение поля вот в этом интересном регионе. Четко видно, вот они здесь и пишут, что вот, то есть, относительно 2000, то есть вычитают изменение поля относительно 2003 года. и четко видно, вот этот вот район Гималаев, изменение гравитационного поля, конкретно уменьшение, то есть подъем Гималаев, ну, соответственно, вот ускорение подъема Гималаев. Их заинтересовало, в том числе, мощное землетрясение в Южном Китае, вот оно здесь видно, как гравитационное поле меняется вследствие такого события. Еще чуть раньше подобную же картинку нарисовали американцы после землетрясения на очень большом землетрясении вблизи Смарой. И также видно значенный результат, то есть подъем очень больших масс вследствие гигантского землетрясения по размеру вот несколько тысяч километров. Ну, после чего, знаете, было. Масса жертв вследствие цунами. Но в гравитационном поле это отразилось значение. Так, теперь несколько слов о таком явлении, как нутации Земли и о вращении Земли, как планеты. Поскольку, опять-таки, с вращением Земли и с движением оси в пространстве тесно связаны параметры вот этого движения. Именно для построения модели движения оси в пространстве нам необходимо знать строение Земли. Идея этого явления показана здесь, на этой рисунке. То есть несовпадение оси вращения Земли с плоскостью орбиты в качестве притягивающегося тела может быть Солнца или Луна. Реально, как я показал на первом слайде именно Луна оказывает определяющие действия на как раз нутационное движение Земли. Вот несовпадение плоскости орбиты тела Луны или Солнца и экватора Земли плюс форму или псоидальную форму Земли приводит к тому, что ось вращения Земли начинает описывать помимо прецедренного движения медленного вот такое колебательное движение здесь примерно в масштабе показано это движение с периодом примерно 18,5 лет с амплитудой по осям 18,5 секунд 2,9 с небольшим секунд главная гармоника на которую накладывается годичная полугодичная сутошная полусутошная реально вот в этой теории в последней порядка полутора тысяч гармоник в ходу ну и по исторически эта модель трансформировалась под модель абсолютно твердой Земли которая была просто чисто математическим построением поскольку чрезвычайно далека от реального строения Земли наконец качественный шаг был сделан Монкаре французским математиком который добавил однородное жидкое ядро и сразу математическая теория стала иметь очень хорошее физическое соответствие реальным Земле различие прекрасно вы знаете на бытовом примере вращение сырого яйца и вареного яйца когда разница между двумя вращениями четко видна наконец следующее следующий шаг это модель международного астрономического союза 80-го года мы жили использовали модель примерно 20 лет здесь была уже упругое мантия и народное жидкое ядро то есть упругость мантии также значительно поменяла свойства этой модели и привело к значительно лучшему соответствию модели то есть теории и наблюдений и наконец недавний модель это совсем очень сложная модель в которой уже учитываются и вязкие свойства мантии ядра введено внутреннее ядро а также магнитно вязкие силы сцепления между ядром и мантией вот что дает нам исходя из чего было как раз решено разрабатывать новую теорию 2000 года почему не удовлетворила не удовлетворяла уже теории 80-го года ну вот здесь как раз показана разница между наблюдениями и этой моделью но видны во-первых долгопериодические какие-то изменения годовые изменения плюс более мелкие 13-суточные 27-суточные ну и удивительно но факт качественное изменение и качественное согласие наблюдений с новой теорией удалось добиться изменением лишь одного параметра то есть изменение то есть согласие наблюдений улучшилось сразу на порядок только лишь за счет изменения сжатия границы ядрой мантик то есть достаточно было увеличить экваториальный радиус ядра на 500 метров примерно и согласие наблюдений и теории улучшилось на порядок как это интерпретировано ну интерпретировали так что ну сжатия большая ядра приписали тому что такое сжатие было миллиарды лет назад когда началось затвердение нижней мантии и потом соответственно верхней мантии за оставшиеся два там и больше миллиардов лет из-за уменьшения скорости вращения земли успела отреагировать и принять меньшее сжатие тогда как нижняя граница сохранила свойства более быстро вращающейся земли ну и наконец после такого качественного улучшения согласия наблюдениями а наблюдения здесь ну начинается где там с 80-го будет реально нормальная из-за 5-го и 6-го это наблюдение на радиотерапироник со сжатиями вазами как раз за примерно 20 лет до 2000-го года уже накопилось достаточно длинный ряд то есть 20 лет и основной период как я сказал как раз составляет 18,6 сжатиями нутационного движения удалось создать новую теорию первое это радикальные изменения путем сжатия границы и еще в 2-3 раза за счет улучшения параметров вязкости мантии ядра оценки вязков прудрексил но тут следует сказать несколько слов вот о чем реально мы измеряем лишь две величины два угла но в модель нутации входит несколько десятков но реально десяток параметров которые качественно меняют свойства при переходе от модели 80-х будет к 2000 то есть от упруга и от 9-го упруга и так далее соответственно ряд моих коллег если использовать термин спекуляции в хорошем смысле слова попробовали поварьировать эти параметры с тем чтобы как можно лучше подогнать теорию наблюдения но опять-таки тут надо иметь ввиду что как я сказал измеряем всего два параметра а вот таковых параметров которые нам определяют свойства теории порядка десятка то есть естественно можно варьировать эти параметры но конечно надо варьировать сумму а именно использовать какие-то другие представления из геофизики сейсмики магнитных измерений с тем чтобы эти параметры были в каких-то разумных пределах тем не менее что мы имеем в результате имеем мы такую картину и мультик в результате мутационного движения ось вращения движется в пространстве и описывает довольно сложную кривую на небе которую сейчас нарисуют которую мы реальные естественно не знаем но на основе представления о строении солнечной системы конкретно эфемерит солнца луны в том числе планет вот эту вот кривую реальную мы описываем некой более гладкой кривой вот условно говорят это модель 80-го года ну а в результате улучшений этой модели мы получаем вот такую зелененькую картинку ну реально нежели перейти к точностям то конечно разница между зеленой и синей гривой в таком масштабе она конечно не будет даже явлена на картинке это так условно показано вот в результате вот всех этих улучшений мы имеем разницу уже такого вида то есть разница в пределах меньше одной миллисекунды а там было порядка как помните 20-30 то есть улучшение 30-ти кратное за счет вот усложнения нашей модели теперь нежели на эти картинки поглядеть то четко видны здесь гармоники которые понятное дело поскольку это есть модель наблюдения теория наблюдения то есть собственно некий эффект который в нашей теории не учитывается и это сейчас как раз есть некий новый вызов астрономам поскольку это явление так называемой почти суточной мутации и связан он это явление оно вернее связано с наличием жидкого ядра и это эта полость дает нам в математическом смысле новую резонансную частоту а в физическом смысле новую гармонику в колебаниях причем по теории это гармоника свободная то есть она будет существовать параметр меняться для любого вращающегося тела с жидкой полостью то есть это явление присуще любому телу но это гармоника то есть это колебание в теле с вязкой мантии как земли должно затухать проблема в том что это явление должно затухать в связи с тем что энергия этого колебания должна диссепировать или расходоваться за счет вязкости мантии но оно прекрасно существует и соответственно причиной возбуждения этого колебания должна быть причина возбуждения иначе оно бы когда-то затухло то есть для того чтобы дальше продвинуться и для того чтобы дальше мы могли это явление описать теоретически мы должны каким-то образом в нашу теорию ввести вот эту модель возбуждения подчеркну еще раз зачем что-то подробно говорю об этом зачем это все нужно итак у нас возвращаясь в предыдущей лекции у нас есть две основных системы координат земная система координат которая вращается вместе с землей и все вычисления наши на земле мы делаем как раз в этой системе координат но наблюдаем мы это наблюдение негалактических источников квазаров то есть источников расположенных бесконечно далеко и эти как раз источники фиксируют нам небесную систему координат иными словами переход от небесной системы координат основной к второй основной к земной лежит через как раз вращение земли и через модели или теории теории нутации которые связаны как раз с конкретными моделями строения земли то есть изучая нутацию мы связаны с ней явления мы делаем две полярных задачи практическую это преобразование между двумя системами координат что жизненно необходимо для полета тех же ракет к врагам и вторая это фундаментальная задача по изучению собственно строения земли и тех явлений связанных со строением земли которые пока мы описать увы не можем ну и цель естественно если мы хотим повышать точность преобразования координатных и соответственно решение регуляционных задач лежит опять-таки через точность моделирования поскольку любая теория нужна нам для того чтобы писать то или иное явление если мы его не можем точно писать ну соответственно не можем и конечную задачу точно решить конечную задачу у нас навигация соответственно вот эти все ошибки они нам как-то и приведут к ошибкам в решении нашей конечной задачи ну и наконец да уже я достаточно говорил о нескольких выводах как это ни странно когда это рассказываешь удивительно становится астрономические методы то есть наблюдение вне галактических источников квазаров позволили нам сделать собственно решительный шаг в уточнении строения земли конечно сама вот та структура она получена из геофизических ну и наверное больше сейсмических методов но уточнение структуры строения земли уточнение параметров ядра и вот вязка вот этих магнитных характеристик что удивительно как раз позволили сделать астрономические методы ну и дополняют эту эти методы конечно космические методы которые о которых вот те проекта о которых я рассказал которые позволяют построить гравитационное поле земли с высокими разрешениями опять-таки это те модели построенные гравитационного поля они отражают вам отражают как глубинные параметры то есть глубинное строение то есть течение гравитационного мальтии но и так же которые достаточно медленно это тысячелетия может там и миллионы лет и более быстрые изменения это уже годы и там единицы лет связанные с стоянием ледняком землетрясениями с наводнениями и это даже видно сейчас в результате вот все эти методы астрономические и космические позволили нам сейчас достичь резкого повышения точности навигационных задач опять же построение теории вращения земли определение параметров вращения земли которые входят как раз в то самое основное преобразование небесных координат и земных координат либо в таком направлении либо обратно то есть прогресс за вот эти 30 лет использования РСДБ ну примерно тысячекратный рост точности и в ближайшие десятилетия ожидается еще примерно рост точности на порядок ну в связи с разработками новых сетей РСДБ специально предназначенных для изучения вращения земли и соответственно решения и практической задачи и фундаментальной задачи связанные с строением моделей строения земли и влияние этих моделей на теории мутации прецессии все спасибо за внимание здесь в мантии вода находится в связанном состоянии получается но с каменной породой которая расплавлена в мантии и процент содержания воды в самой мантии превышает количество воды в Миралом океане я вот тоже прочитал об этом неделю или две назад и мое предположение что как раз это возможные оценки этого явления влияния его могут как раз из вот этих наблюдений получены то есть разумно моделируя те параметры которые входят в очень сложные уравнения описывающие движения там есть ряд коэффициентов которые зависят от вязкости мантии ну вот если чуть попробовать поварьировать поскольку вода в мантии приводит к каким-то нарушениям ее упругости то есть вязкости соответственно можно попробовать разбить эту мантию на несколько слоев и каждому слою приписать какие-то свои свойства но повторяю все это на уровне повторяю спекуляций к хорошему слова в хорошем понимании в том что мы измеряем еще раз два два параметра всего два угла но эти углы зависят от десятка параметров соответственно между ними должна быть какая-то ясно дело связь поэтому надо как-то разумно менять эти параметры чтобы разумно это означает что у нас должны быть какие-то сведения об их истинных значениях или хотя бы приближенных значений откуда-то из других областей геофизики сейсмики магнитных изменений на самом деле подобные работы выполняются и делаются наблюдения очень точные и более того сейчас уже с 2000 года еще практически накопилось еще целый период то есть уже мы имеем два периода нутационных поэтому как раз вот эти основные гармоники 18-9 будут определены с большей точностью то есть их надо будет подогнать по некой теории по некой модели изменениям пожалуйста вопрос вот эти вот скажем так по темному спутнику миссии которая позиционирование космической населки лазерное вот и получается то что повторять траекторию повторяют какой-то степени грамотационные да не в какой-то а именно повторяют они летят по геодезической идеальной траектории вот такой да вот именно по такой да причем если в течение скажем витка там ну нескими витков гравиационное поле изменилось вот в этом районе по другому ну просто естественно просто мелкие Гармоники малого размера на более высокой частоте абсолютно нет. Поэтому старайтесь их в низкую орбиту выбрать. Но низкая орбита — это короткое время существование. — Поднимают? — Если поднимать, то это уже нарушение некого. Тогда надо как-то очень точно моделировать все. — Нет, я имею в виду, сами все спутники, они же не поднимают периодически. — Я и говорю, что это нехорошо, поскольку это нарушает. Важна не только задача померить поле, но и изменение поля померить. — На Луне это было здорово. Там нет атмосферы, поэтому они летали, по-моему, на высоте 50 км. Но всё равно это им хватило 3-4 месяцев, чтобы поле построить с очень высокой точностью и детальностью. — Можно вопрос не по теме, но всё-таки к Земле как к планете. — А вот за время эволюции земного шара размер, если менялся, то как? Потому что на такие страны есть и встречи. — Я много раз уже говорил про земную систему координат, так называемую ИТРФ. Так вот, основной принцип, как я сказал, — это получение скоростей станции, которые фиксируют эту систему, так называемые условия отсутствия глобального вращения. — Подождите, пока отсутствие глобального вращения. То есть поле имеет случайный характер. То есть кора не имеет глобального вращения. — По отношению к… — Мы сидим на коре, и, соответственно, мы считаем, что кора насмерть приделана к манте, и, соответственно, кора не имеет глобального вращения вследствие деформации. — То есть мы четко фиксируем реальное вращение земли. — Так вот, это поле, деформация, оно меняется, как выясняется. — Поэтому есть несколько реализаций вот этой системы ИТРФ, там, 1990-го, сейчас 2008-го, 2005-го. — И, соответственно, каждая из этих систем, она чуть-чуть повернута относительно предыдущей. — Вот эти все параметры известны, они публикованы. — Но к этим трем параметрам, три угла вращения, добавлены еще три угла… ой, три координаты смещения центра, и еще одна координата, еще один параметр масштаб. Так вот, если посмотрите, масштаб всегда положительный, это равен их к более новым. А что означает? Ну, вроде как расширяется. — А если вот на всю историю как бы экстраполировать… — Не, ну надо посмотреть, я просто не помню так, но на память это все вот эти коэффициенты, вот этот вот, там, параметр d, так называемый, масштаб, он все время положительный. От ранних к более молодым. — Да, просто приводятся такие коэффициенты, которые… — Не-не-не, ну там надо просто посмотреть, там, конечно… — Чуть ли не в разы, во что поверить, совершенно невозможно. — Нет-нет-нет-нет, речь идет о, конечно, там, десять минус девятый там. — Мне встречалась какая-то любительская работа, где расширение земли объяснялось расширением по хаблу. То есть, я повторяю, это реальный измеримый эффект, измеряемый эффект, и он оценивается очень точно, поскольку с каждым Новым годом возрастает число станций опорных реперных. — А причины тогда? — Ну как причины? Ну это уж разные причины придумывать. Тут, типа, выпадение там, вещества там… — Ну с веществом тоже, кстати, был такой же вот малонаучный вопрос, потому что понятно, что… — Не, ну опять же, опять же, можно другой придумать пример. Все же я сказал, это сидеть на этих самых, на материках, которые можно просто придумать, что все материки там… То есть, земля расширяется как бы там изнутри, там поднимается… — Энергия требуется для расширения. — Пожалуйста, вот оно, ядро жидкое. То есть, вот эти, я показал же, карту… — Удро должно тормозиться. — Ну а так оно и есть. — Что-то это энергия. Материки могут всплывать. — Все правильно? — Да. — Ну нет, у меня этой картинки, кстати. Ну может и есть, на самом деле. Сейчас, минуточку. — Минуточку еще? — Сейчас, сейчас, минуточку. — По аппараме-то, какие? — Измеряющие. — Да, да, да. — Кстати, я вот говорил про любителя, про любительскую идею расширения похабана Земли. На самом деле, я уж открою тайну, на самом деле, это показывает квалификацию нынешнего директора Дураканской обсерватории. — О, о, хорошая картинка, замечательная. Вот, глядите. Это из другой лекции у меня. Вот, изменение скорости вращения Земли. Чуть-чуть. Подвиньтесь. Не загораживайте солнце. — Еще чуть-чуть. — Вот. Изменение скорости, или изменение продолжительности суток, или скорости с 80-го по 2000-й год. Вот здесь вот, вот здесь вот. Неожиданно, ну, продолжительность суток уменьшаться стала, то есть неожиданно Земля стала ускоряться. Вот почему это произошло. Вот примерно 15 лет был такое явление. Сейчас вот снова начало замедляться. То есть предполагают, что это связано как раз с жидким ядром. То есть если там что-то там из твердого ядра вдруг всплыло, легкая какая-то фракция, соответственно, она поднимается кверху, и, соответственно, скорость вращения стала больше. И так далее. — Можете, пожалуйста, сжать землю на полюса, на север, сжать все больше, чем больше. Так, ну это... — И потом ровная земля больше как бы похожа на душевинную, на картофель, на картофель. — Ну опять-таки возвращаемся к этой карте. Ну не знаю, видно тут, не видно. Картинка просто не удастся. Ну плохо тут видно на этой картинке. Что тут? Какой она там формы имеет? Не с той точки. Ну а у меня нет под собой. На самом деле эти карты там во всяких разных видах есть. — А вот на левом, типа, не видно, что на северный полюс? — Нет, на северный полюс, вот он, южный, здесь. — На левом? — Не, на левом? — Не, на левом? — Не, на левом? — Левом — это просто так рисунок. — А, это просто... — Да. — Да. — Что ж, типа, геоид тут. — Нет, это не связано. — Это просто да. — Вот это реальная картинка, построенная из измерений. — То есть, ну и четко совершенно. Вот есть в районе этого Индийского океана огромный поток легкого вещества, который подымается из мантии. — Понятно. — Понятно. — Хорошо. — Еще вопрос, пожалуйста. — Не стоит говорить о химическом составе, товарищ? — Что? — Не стоит говорить, наверное, о химическом составе этого вещества? — Не, ну, про это не. Я не специалист, да, и не буду ничего говорить. — То, что общие слова, да, знаю, там, железо, никелевые ядры, да. И, понятное дело, что вся наша жизнь закончится, когда из твердого ядра перестанет выплавляться более легкие фракции. То есть, когда прекратятся движения в ядре, и, значит, прекратится магнитное поле, и тогда, значит, все. — Когда это закончится? — Атмосфера останется. — Нет, атмосфера останется, магнитное поле не будет. Атмосфера защищает тогда. — Я хотел еще немножко добавить, вот вы были в обсерватории, старой нашей университетской обсерватории на Красной Пресне. Вот там же ведущие работы, которые были в конце 19-го, начале 20-го века, это как раз измерение силы тяжести, так сказать, локальное измерение силы тяжести. Вот там как раз была найдена вот эта гравитационная аномалия, которая проходит через центр Москвы, вот так, к югу, туда, в сторону Могинска. Это обнаружилось, когда вот сопоставляли какие-то разные методы определения координат, и увидели, что там не сходится метров на 300, если убрать опору на пункты Подмосковья, и тогда уже ясно стало, что в Москве, причем в разных местах Москвы, положение отвесов отличается на несколько секунд от того положения, которое мы должны иметь при симметричном шаре, то есть при положении на центр. Вот тогда вот ясно было, что тут есть какой-то разлом, заполненный более легким веществом, так что вот Москва – город, который сидит… Контрастов. Контрастов сидит, город, да. Таинственный город, да, таинственный аномалий. Довольно не хочу. Реально у нас вот в ГАИШе вот это отклонение отвесной линии от астрономической, от эллипсоида составляет 4 секунды с огромной величиной. Это та же аномалия, в общем-то, по-прежнему. Ну да, оно просто измерено, известно. И реально, когда мы фиксируем прохождение звезды через меридианы, у нас вот это вот постоянно такая ошибка будет наблюдаться. Реально, если бы она еще изменилась во времени, то, соответственно, мы бы врали или ошибались, при как раз вот определении скорости вращения. Тогда становится понятным, для чего требуются вот такие вот локальные измерения силы тяжести и аномалии гравитационных полей, и почему в этих работах страшно заинтересовано Министерство обороны, поскольку точное наведение космических ракет связано с расчетом их траектории в реальном, а не в гипотетическом школьном гравитационном поле, когда нужно знать гравитацию в каждой точке Земли. Поэтому вся Земля промерена в этом плане. И данные, в общем-то, засекречены в большей части. Не, ну и опять же это можно добавить, а сейчас еще и Газпром. В этом заинтересованы просто прямо сто процентов, поскольку измерение поля и уклонение от веса при месторождениях, поскольку это полость заполненная легким веществом, и там помимо гравитационных аномалий, собственно, самого значения точно наблюдаются еще и уклонения. То есть совместное измерение дает однозначный ответ, даже можно построить там карту трехмерную, сейчас есть такие программы. Ваши данные используются для прогноза землетрясения? Да нет, ну конечно нет. Это только опять-таки фантастик. То есть реально можно как-то попробовать наоборот сделать. И реально, когда вот начинают… Есть такие работы… Есть гравитационные поля? Не, ну там не только гравитационные поля, там меняется… Вот я не показал в статью, в другую картинку в статью «Пытается», но еще и изменение положения вокруг эпицентра. Ну видно, да, что смещаются. Но они просто… Реально они, когда вот землетрясение произошло, не показывают. Да, вот видите, здесь произошло. А вот реально, если вот не знаю анализировать, да и в жизни не догадаешься. Потому что прогноз такой апостериорный после события – это одно. А вот априорный. Спасибо. Есть еще один канал информации, который как-то связывает геодезию и геодезические методы с астрономией. Но началось это с математических работ, в которых активно принимал участие еще до войны амбарцумя. Это отражение, распространение волн в сложной, или в случае оптики мутной среде, как восстановить параметры источника по отраженным волнам. Потом эти работы были немножечко преждевременные, а потом пошло направление уже такое серьезное, которое вылилось в создание томографа. Вы, наверное, знаете все, что это такое – аппарат, который позволяет ультразвуку восстановить внутренний вид, буквально видеть внутренние органы. А потом, значит, этот метод в более упрощенном виде основа. Начали использовать геологи для поиска полезных ископаемых, там залежей нефти, газа по характеру распространения отраженных волн. Сначала в результате землетрясения, а потом в результате искусственных взрывов, которые создавались намеренно в разных местах. И сейсмографы следили за тем, с какого направления, с какой скоростью приходят волны и как они интерферируют. После этого, так сказать, американцы использовали данный метод для того, чтобы посмотреть, как устроена Луна. Они, значит, ракету просто, так сказать, разогнали и так, чтобы она ударилась со всей силы в Луну. А там уже стояли сейсмометры, которые оставили американские космонавты. И оказалось, что Луна гудит, как колокол. Очень долго не задухают колебания, в отличие от Земли. И сразу стали говорить о некоторых лунных аномалиях. Но потом это все-таки объяснилось тем, что, скорее всего, в породах Луны нет никакой воды, а водяные молекулы гасят колебания. Вода гасят колебания. И, ну, вопрос, вообще-то говоря, не решен, но там таким образом можно было просмотреть внутреннее строение. Луны, вот сейчас тут аналогичные работы есть и по Марсу, я слыхал. Но, да, ситуация эта, на самом деле, очень любопытна, потому что этот метод может быть использован, он достаточно широко используется, и в том числе может быть использован для исследования Солнца, поскольку на Солнце все время что-то колеблется. То есть есть колебания самых различных частот, которые распространяются, отражаются и от поверхности, отражаются от некоторого слоя в основании конвективного слоя, создают очень сложную интерферминационную картинку, и это все наблюдается по измерениям или яркости, или доплеровских скоростей. Вот. Появилось целое направление в науке, которое стало называться гелиосейсмология. С помощью гелиосейсмологии удалось, используя те же методы, которые изучают Земля, проникнуть в недра Солнца, посмотреть, как там, вплоть до того, какой там среднеатомный вес вещества, то есть уточнить параметры моделей Солнца. И более того, поскольку области активные, там, где есть пятна, являются такими активными гасителями колебаний, можно этими существующими методами, фактически, методами томографии проследить за областями активности Солнца на противоположной стороне Солнца, которая не видна с Земли. То есть можно, так сказать, наблюдать, как там ходят эти пятна, а потом они выходят уже на нашу сторону из-за вращения Солнца, мы видим их. Вот. То есть здесь, фактически, это очень быстро развивающееся направление. И вот в последние годы вот эта вот сейсмология начала применяться к звездам. Это фантастика. То есть точность оценки профилей звездных линий, которые образуются в звездной атмосфере, стал настолько большой, что можно следить за отдельными деталями в профиле линий, которые перемещаются. То есть вот это современная астрономия. Ну вот, не знаю, может быть, это, так сказать, некоторым внове, но этим занимаются люди в разных странах, в том числе и в России. Вот. В частности, вот у нас в Гаише тоже есть пара человек, который вносит свою лепту в исследование. Это мы в этих исследованиях. Ну вот, немножечко, так сказать, отходя в сторону, я хотел бы обратить ваше внимание, что все то, что это говорится, это, так сказать, взрослым людям достаточно, в общем-то, достаточно понятно. Но вот как быть все-таки со школьниками и с детьми? Потому что здесь многое из того, что вы здесь услышали, узнали и еще услышите, узнаете, просто, ну, оно требует некоторого предварительного запаса знаний. И вот мне приходилось сталкиваться со школьниками, умненькими ребятами, неплохо учившимися, у которых, которые обо всем этом наслышаны. Но они думают, что это и есть знание. То есть для них они принимают, скажем, свою начитанность в астрономии, они прочитали все то, что ничего затянулись, за овладение знаниями. Такие люди приходят к нам, и у них дальше получается что-то вроде срыва, потому что они видят, как другие их соученики, не зная и четверти того, что знают они, лучше учатся и, в конечном счете, разбираются в определенных вопросах гораздо глубже. Это срыв. У меня, на моем примере, несколько таких есть ребят. Они похожи на всезнайки, они, так сказать, не терпятся им сказать, что они это где-то слыхали, они это помнят. Но они не понимают, что вот чтобы освоить это реально, еще так, чтобы можно было понимать и работать в этом направлении, нужен совсем другой уровень. Вот это очень сложно. Поэтому мы, к сожалению, на наших курсах мало внимания обращали на те классы, для которых еще не доступны понятия. И черные дыры, и кротовые, и новоротки. Не надо с ними спешить, с этими понятиями. Надо внушить им, что вот в астрономии наука очень широкая, нам нужно базовое знание, на которое потом будет накладываться все остальное. И я не специалист по работе с людьми младшего года, хотя прекрасно понимаю, что максимум интереса к астрономии это не 10-й и 11-й класс, а 4-й, 5-й, 6-й. И, конечно, там астрономические знания нужны очень даже. Вот показано, как лучи идут на Землю от Солнца, и как они падают на поверхность. Вот такие три картинки. Поэтому, когда я перемещаю Землю по орбите, здесь видно, как меняется освещенность. И, фактически, здесь одновременно иллюстрируется и смена дня ночи, и смена времен года. Причем, тут эту картинку можно по-разному разворачивать. Видите, вот круг, плоскость. На этих картинках все это будет учтено. Это вот как раз очень любопытная такая моделька, с помощью которой все можно легко и просто объяснить. То, что пальцами объяснить очень сложно.